всем привет всем здрасте кто подключается уже инстаграме кто на фейсбуке кто уже успел подключиться нашим колхозным зуме если вы в полном шоке недоумение того куда вы попали зачем вам это нужно и что вы здесь делать я вам напомню попали на ежедневный урок по аллахе точнее просто в аллахе мы учим прекрасную книжку китсу шухана рух которая была написана во второй половине 19 века в венгрии и мы настолько молодцы что с вами дошли до 20 главы вчера на 106 если не ошибаюсь уроки мы закончили закончили с вами девятнадцатую главу она была вторая в серии глав которая посвящена молитвы амида молитвы шмунайса сегодня мы начинаем двадцатую главу и делаем это начинаем новый главу достаточно регулярно напомню 2 двух словах во первых что предыдущие уроки можно посмотреть сегодня у меня более не свободный день я до апдейтую все уроки которые там не хватает по-моему до сотого урока стоит на моем канале ютуба так что можете повторять смотреть рассылать делиться и так далее но молитва амида действительно является как таковой выполнен как-то выполнением заповеди тому что мы должны обращаться к всевышнему со всеми нашими просьбами вот все вот реально все что угодно хочется там новую машину повышения зарплаты понижения налогов ну что все один как дети были здоровые родители мир на земле ну о политике я не говорю как обычно то это делается именно в молитве амида таким образом что будний день она состоит также называется шмунайсер из 19 на сегодняшний день благословений и где каждое благословение говорит о каком-то аспекте нашей повседневной жизни что мозги работали опять же тот же мир на земле был здоровые все были мир земле израиля что ты и так далее как бы часами увидите почитайте текст ваших седурах она начинается в этом седуре на в этом седуре на сорок пятой странице но а в празднике дай бог ближайшие дни у нас будет шаббат очень любит шаббат тем более в наши новые синагоги приходите там действительно очень классно мы сокращаем немножко просьбу всевышнего что у него пока короче говоря тоже выходной поэтому молитва амида в шаббат каждый из них из четырех состоит всего лишь из семи благословений но при этом законы сосредоточенности внимание которое мы уделяем каждому слову и так далее они остаются в силе и двадцатая глава она посвящена общественной молитве уже неоднократно говорили с вами насколько важно участвовать в общественной молитве может быть вы очень любите дверь своего холодильника и там молитесь рядом с холодильником как возле ковчега ковчега шкафа шкафа с торой или как говорил мой знакомый раввин рушному дайчи самары о том что холодильник это равно койдыш а еда в холодильнике это сэфер тора евреев берите открывайте двери и угощайтесь так можно эту эту же самую параллель провести в обратную сторону но ничего не может заменить общественной молитвы во первых во первых потому что просто так задумано что наша молитва в группе а иудаизм категорически социален она гораздо гораздо сильнее гораздо гораздо лучше доходит до необходимых ушей на небеса но а кроме того общественной молитве есть куча всяких классностей которые мы добавляем и говорим где мы можем дополнительно попросить или поблагодарить в первую очередь поблагодарить потом попросить всевышнего одна из таких штук это повторение молитвы амида и двадцатая глава она и посвящена тому как шац шац это это аббревиатура шалех цибур посланник общины то есть ведущий молитвы как он повторяет молитву амида молитвами да повторяется практически слово в слово именно полностью напоминает что окончание молитвы амида это не последний парагов алокей ницор что всевышний там береги мою статью того чтобы болтать всякую ерунду это дополнительный парагов который мы говорим своей собственной молитве амида окончание молитвами да это строчка ила рациям рифи то есть последняя строчка которая идет сразу после благословения на мир так вот это вот сначала до этой строчки ведущий молитвы и повторяет зачем он ведущий молитвы это повторяет есть много объяснений мы в них даваться сейчас не будем но я бы сказал только одну вещь что это прекрасная возможность для нас с вами если мы во время своей собственной молитвы как бы мы не были сосредоточены забыли что-то попросить или просто просили слишком много или не уверены что мы сказать какое-то благословение правильно поэтому ведущий молитвы повторяя для того что все это мы могли бы всем это могли поучаствовать заново когда идет повторение молитвы ведущий молитвы точно так же как будто молимся мы сами и поэтому как мы с вами обсуждали это в предыдущих главах очень важно чтобы очень важно чтобы ведущий молитвы это был уважаемый человек который в курсе дела будет читать ну хотя бы правильно читать на иврите вообще мы также читали с вами шухонорфе что есть прекрасная примочка том что ведущий молитвы обовьяскова должен быть бородой потому что борода это признак богобоязненности если вы отращиваете бороду как я например то это значит что для вас это важно то есть еврейская религия может даже важнее чем то что выглядит молодым как говорит моя жена если меня побрить и чуть-чуть нарастить волосы так и вообще как ребенок было бы выглядеть но не об этом идет речь мы стараемся что ведущий молитву был человек которому доверяет вся община потому что он читает это повторение амиды которых унесет ответственность за молитву всех участвующих ну а теперь давайте перейдем как таковому тексту мы начинаем двадцатую главу и поговорим о некоторых деталях на мой взгляд непрофессиональный взгляд я не являюсь автором книг но мне кажется рафганцев немножко в этих законах уходит от своей стандартной стилисты где объясняет сначала так сказать мировоззренческая причина тем или законодательстве и мне кажется что он говорит здесь о меньших деталях почему такое но это лично мое мнение такое изменение стилите листики что приводится меньше детали потому что все таки эти законы не относятся каждому они относятся только к тому кто ведет молитву кто стоит шлях цибером и такой человек так как это человек которому должна доверять община который в курсе дела он может почитать и другие книжки перед тем как становится ведущей молитвы чтобы знать как так сказали представлять свою общину ну а мы это короткая глава мне всего 12 параграф мы с вами и прочтем потому что иди знай может вот свирш который участвует в этом уроке будет неоднократно ведущим молитвы своей синагоги ну нужно же знать как отвечать нести ответ за общину и так поехали если кто-то следит с нами по тексту то это двадцатая глава мы начинаем с первого параграфа когда ведущий молитвы он отступает 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 назад как это принято делать во время амиды во время своей собственной амиды напоминаю что ведущий молитвы ведет он точно так же сначала молится свою молитву амидо а потом он повторяет ее общественным образом так вот когда ведущий молитва заканчивает свою собственную молитву амидо который вместе со всеми молится шепотом должен простоять на том месте куда натошел помните три шага вперед три шага назад назад то есть начало шага назад три шага вперед в начале молитвы и точно так же те же самые манипуляции в конце молитвы так вот когда он закончил ведущий молитва закончил молитву на том месте куда он отошел три шага назад должен простоять независимо того что он там читает минимум промежуток времени который необходим для того чтобы пройти четыре шага то есть две секунды что-то такое и возвращается обратно на то место где он стоял обычно он стоит у амуда у бимы где проводится молитва и начинает шепотом читать первую строчку молитвы амидо которую в любом случае все считают ашен сепатайте в так вы всевышний открой мои уста мы не с вами уже гава ри ли но я вам еще раз покажу она находится на сорок пятой странице в самом начале вот это первая строчка на русском она звучит господи раствори уста мои скажу я скажу о славе твоей с этого начинается молитва на первая строчка точно также повторяющий молитву эту строчку не говорит слух говорит шепотом а потом громко так что все находящиеся в сенагоге услышали начиная баруха ташем и начинает первое благословение а давайте сразу немножко объясним здесь очень важный момент о чем идет речь если мы дальше будем говорить сколько нужно человек чтобы участвовал чтобы можно было повторять молитву амидо чтобы это была действительно общественная молитва мы говорили об этом раньше тоже что минимум 6 человек которые будут отвечать но желательно для молитвы амидо чтобы было 10 человек которые молятся девять которые будут отвечать и ведущий молитву но об этом мы поговорим отдельно но здесь данном случае этот закон говорит о той ситуации когда ведущий молитвы закончил молитву и уже большая часть община закончила вместе с ним поэтому даже если вот уже собрался меня но уже заканчить тех которые закончили свою собственную молитву амидо и можно начинать повторять все равно ведущий молитвы должен постоять несколько секунд отойдя три шага как мы здесь сказали необходимый промежуток времени для того чтобы пройти четыре шага то есть примерно 2-3 секунды не знаю сколько точно это должно быть я думаю что у всех достаточно здравого смысла чтобы понять но в том случае если ведущий молитвы закончил свою молитву он не обязан сразу начинать повторение а что он обязан сделать он обязан по проверить обернуться назад посмотреть или если это не раввин который ведет молитву как у нас допустим обычно у нас есть ведущий молитва который ведет все молитвы он смотрит на меня и я ему даю знак когда можно начинать повторять потому что я вижу что уже меня закон то есть собрался меня на те которые будут участвовать не обязательно ждать всех хорошо бы подождать что было 10 человек или ситуация где все торопятся на работу можно подождать в шести но об этом мы дальше поговорим поэтому вот этот закон что нужно подождать несколько секунд когда ты отошел три шага назад он релевантен в том случае если ведущий молитву закончил свою молитву после всех остальных молящихся обратном случае ведущий молитву должен подождать чтобы у него собрался меня уже те которые будут слушать повторение молитвы и все кто участвует в этой общественной молитв и слушать повторения молитвы ведущим молитвы должны тут прямо так и написано честно мы написано молчать а лишь что это не замолчать а просто заткнуть тихо слушать и внимательно слушать все что читается не забывайте на эту молитву молится для участников молитвы для того чтобы исправить все ошибки для того чтобы дополнительно попросить поэтому это в принципе такая же молитва для каждого из нас, как и наша собственная молитва, когда повторяют молитву Амида. И сосредотачиваться на том, что говорит ведущий молитвы. И отвечать Баруху и Барухшмо и Амэн по окончанию каждого благословения как положено. Что имеется в виду, если кто-то не в курсе, то при повторении молитвы Амида, а также при произношении благословений, которые не являются нашим собственным благословением, имеется в виду, что тот, кто благословляет нас, не будет в обязанности благословить. Сейчас я объясню, что имеется в виду. После слов Баруха Та Шем мы говорим Баруху, Барухшмо, что означает благословен он и благословлено его имя. И по окончанию тем, как заканчивается благословение, отвечаем Амэн. Хочу задержаться здесь на одну секунду. Нет, больше, чем на одну секунду, потому что это очень важный момент, который я обратил в нашей синагоге часто делается ошибочно. Когда мы говорим Баруху, Барухшмой, после Баруха Та Шем, давайте сразу покажем, о чем идет речь. Если вы откроете на молитве Амида, в любом благословении, допустим, благословение Шма Ко Лейну, оно заканчивается с вами Баруха Та Шем, Шомет Фила. Мы говорим Баруха Та Шем, ведущий молитвы говорит Баруха Та Шем, мы отвечаем Баруху, Барух Шмо, и говорит Шомет Фила, мы отвечаем Амэн. Так делается после каждого благословения молитвы Амида. Но опять же, прошу ваше внимание, что в молитве Амида это делается именно потому, что мы уже помолили свою собственную молитву Амида, и это дополнительное благословение, к которому мы не выполняем обязанность молитвы Амида, а просто там покрываем, так сказать, нехватающие элементы, если так можно сказать. Поэтому очень важно, когда говорится благословение в синагоге, дома и так далее, которое вы выполняете обязанность благословить за счет того, кто благословляет слух, не нужно говорить Баруху Барух Шмой. Слова Баруху Барух Шмой имеют в виду, что это не благословение мое, а это благословение какого-то другого, но я в нем тоже участвую. О чем идет речь? Например, делается кедуш. Когда делается кедуш, обычно кедуш делается одним человеком для нескольких, но все имеют, как я часто говорю в нашей синагоге, полное гражданское, пока еще гражданское право сделать собственный кедуш. Если вы слушаете кедуш кого-то другого, во время кедуша не нужно после благословения отвечать Баруху Барух Шмой. Почему? Потому что тот человек, который делает кедуш, он имеет вас в виду, как я обычно это делаю, крупным планом, что вы тоже вместе с ним выполняете заповедь кедуш. Ответив Баруху Барух Шмой на то благословение, которое есть кедуша, в вечернем кедушу, в шаббат два благословения, в утреннем одно благословение, в праздники, там бывает даже иногда четыре благословения, также иногда пять бывает благословений, то мы не говорим Баруху Барух Шмой, не отвечаем Баруху Барух Шмой, потому что ведущий кедуша выводит нас в обязанности, выполняет для нас обязанность говорить это благословение. Ответив Баруху Барух Шмой, нам нужно будет самим делать кедуш. Поэтому Баруху Барух Шмой отвечается только на те благословения, которые вы не выполняете обязанность благословить за счет кого-то другого. Просто подтвердить, что вы согласны с этим благословением. И молитва Амида является самым наглядным примером. Ведущий молитвы повторяет общественную молитву Амида. Дома у холодильника это сделать невозможно. И тем, что вы отвечаете на каждое благословение, вы просто подтверждаете это благословение. Но, братья и сестры, сосредоточенным во время повторения молитвы Амида нужно оставаться, но как минимум для этого нужно прийти в синагогу, чтобы сосредоточиться. Теперь. И настолько важно сосредоточить и участвовать во время повторения молитвы, что даже нельзя учиться во время этой молитвы. Сам с этим грешу, честно вам скажу. Иногда очень хочется что-то почитать, пока ведущий молитву распевает свое повторение Амиды. Столько времени ты думаешь пропадает? Нет, оно не пропадает. Эта молитва тоже для нас, это не волнение заповеди, но для нас для того, чтобы исправить все, что мы не сделали за свою собственную молитву. Об этой молитве своим собственным шепотом мы отвлекаемся сплошь и рядом, поэтому, когда кто-то читает слух, мы можем больше сосредоточиться. Поэтому, говорит Шуханна Рух, я продолжу перевод, даже учиться нельзя в тот момент, когда ведущие молитвы повторяют молитву Амида, а тем более не нужно об этом говорить, что просто трепаться тоже нельзя. То есть это не момент, когда можно обсудить политику, новое правительство, нового президента, ну и вообще все за всем наболевшим и натертым. натеревшим, скажем так. Поверьте мне, для того, чтобы исправить все проблемы в мире, лучше, сто процентов эффективнее сосредоточиться во время молитвы. Если вы думаете, что наша судьба решается какие-то политическими силами, извините, вы не по адресу. Продолжим дальше. И тому, кому это доступно, кому легко, физически имеется в виду, есть возможность, желательно во время повторения молитвы Амида стоять стоя, стоять стоя хорошо звучит, точно так же, как вы стоите во время своей собственной молитвы Амида, можем даже ноги вместе, но это не обязательно, но желательно молитву Амида слушать стоя. Также, как будто вы молитесь свою собственную молитву, в которой мы стоим по стойке смирно. И точно так же, это рекомендация, в данном случае обратите внимание на стилистику Рафганства, он не говорит это как закон, он говорит это как рекомендацию, это желательно для тех, у которых есть возможность не только стоять стоя, как я уже сказал, а также стоять с открытыми глазами, понятно, для того, чтобы сосредоточиться, как это и рекомендуется в нашей собственной молитве Амида, но лучше даже, на мой взгляд, гораздо лучше не с закрытыми глазами, чтобы не отвлекаться на окружающих, а, как он говорит здесь, смотреть в седур то, что читают ведущие молитвы, то есть следить за чтением по седуру во время молитвы, которую повторяют ведущие молитвы. Есть такая фишка, сам этим грешил, но уже давно перестал это делать, что во время, повторю, переведу, что здесь говорит Рафганство, есть некоторые, говорит Рафганство, которые считают, так себя ведут, и после того, как отвечают к душу, мы помним, что во время молитвы Амида говорится молитва к душу, но я не буду сейчас уделять ему ей внимание, потому что отдельно у нас будет целый параграф посвящен молитвы к душу, во время, после того, как ответили к душу, снимают тфелин Раши и одевают Рабейну там. Напомню, что особо приближенные к импературе. Шутка, нет. Те, которые считаются супер-дупер-религиозными, тоже шутка, ерунда. Просто есть люди, которые взяли на себя обязанность одевать два вида тфелин, как, например, ваш покорный слуга, ну и мои дети, который же Бармитсов, одевают тфелин Раши и одевают тфелин Рабейну там. Они отличаются по расположению текстов в тфелин. Напомню, что Раши, все знают такой Раши, Рабишлома Ицхаки, который был величайшим французским комментатором, у него был внук, которого звали Рабейну там, который считал, что его дедушка не прав, и поэтому по-другому располагают тексты в тфелин. Для того, чтобы на всякий случай покрыть все базы, мы выполняем, есть традиция, не у всех, многие сефарды это делают, в Хабаде это принято, что все делают, но в принципе у многих есть такая традиция, одевать две пары тфелин. Это не значит, дорогие мои господа, обращают к господам, потому что именно они одевают тфелин, сейчас нужно все бросить и бежать покупать еще одну пару тфелин, потому как, если вы хотя бы один раз оденете эту вторую пару тфелин, у вас появляется обязанность это делать постоянно, поэтому хорошо подумайте перед тем, как вы решите это делать. Но так как Рабейну там, эти тфелин Рабейну там, мы одеваем обычно в конце молитвы и читаем 13 главу книги «Шмот», где упоминается заповедь тфелин, и «Шма», где опять же читают, то есть сначала «Шма», а потом 13 главу книги «Шмот», которая принята, также говорится о заповеди тфелин, то это нас задерживает, а мы уже хотим побежать, попить кофейку, поехать на работу или вернуться обратно, спать, что всегда очень кончится после молитвы, особенно так, как ваш покорный слуга приходится на Гогу в 6.30 утра каждый день, но спать мне не удается после этого. Но поэтому есть такие, которые, говорит здесь Рафганцвель, которые, чтобы сэкономить время, пока сейчас там читают, ведущий молитву, читают повторение Амиды, быстренько сняли, одели и так далее. Говорит Рафганцвель, «Син шилок один», это не по закону, так делать нельзя, потому что во время повторения молитвы Амиды нужно быть таким же сосредоточенным, как минимум, как во время своей собственной, а на мой взгляд, даже больше. Во-вторых, вам нужно отвечать «Бороу Барушмой» и «Амин», а когда одеваешь твилин Рабейну там, точно так же, во время, между тем, что одели ручной твилин и головной твилин, разговаривать нельзя, соответственно, вы пропускаете благословения, а напомню, что царь Давид нам сказал, что нужно говорить 100 благословений в день, пропустив благословения в повторении молитвы Аминда, вы теряете такую возможность, а молитва Аминда это три раза по 19 благословений в день, немного, немало, 57 благословений, просто по малейших три молитвы в день вы выполняете, выполняли свою обязанность, а плюс еще дважды то, что повторяет шац ведущей молитвы, это еще 38 благословений, и вы почти дошли до сотни, там сходили в туалет, покушали яблочки и уже перевалили за 100. Поэтому не отвлекайтесь, отвечайте Бару Бару Шмо и Аминь на каждом благословении молитвы Аминда и, как говорится, вам зачтется. На этом мы сегодня остановимся, всем огромное спасибо, кто был с нами на Инстаграме, до встречи, пока, всем хороших новостей, завтра с Божьей помощью тоже встречаемся в 10 утра по Нью-Йоркскому времени, а если мы с вами не увидимся до Шабата, то вам хак самех или что-нибудь еще, но в любом случае Шабат Шалом. Всем пока, если у вас есть вопросы, пишите в комментариях к этому видео, буду рад ответить. Если вы с нами на Фейсбуке и вдруг у вас тоже возникли вопросы, конечно же, присылайте их в комментариях к этому видео. До встречи, пока. А те, кто на нашем колхозном зуме еще остались, если у вас вопросы, можете задать их сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok